Так вот ведь как получается, да? Есть место, которое гарантирует вам нормальные вклады. Если у вас нету суммы миллион, то это 23% годовых, если сумма свыше миллиона, то 26%. Почему я не говорю про банки? Хотя про банки я бы многое мог сказать, но видите, мне говорят, что, Леш, давай все-таки правильные и положительные сюжеты. А не положительные сюжеты, это вот есть такая штучка под названием YouTube. Там пишите «Челейкин» или «Челейкин», и там я вам все расскажу про банки. Что же касается банков, да? Банки берут у вас денежки не по такие, братцы, большие проценты, да? Ну, там максимум 6-7% годовых, ну, кто-то даст вам 8%. Здесь цена-то другая. Это кредитный потребительский оператив, Гранд Капитал, кредит. Вот. Банки вам еще говорят, ты типа возьми ипотеку, да? Под 15% годовых. Я, конечно, понимаю, что по процентным ставкам то на то и получается, да? Что в Америке вы брали ипотеку и покупали дом за 350 тысяч долларов, да? И что у нас покупаете дом по цене чуть меньшей. То есть то на то и получается, по 1000 долларов будете платить, но чуть меньше. Вот. Но тут две штучки разные, понимаете? У среднего американца заработная плата получается 5000 долларов. И у вас средняя заработная плата, если до 1000 долларов дотянет, то и то хорошо. То есть надо понять, да? Кто вам тут по ушам протирает? Это к слову о том, что вам не надо смотреть и слушать телевизионную рекламу. Мы вам предлагаем кребетный потребительский кооператив, Гранд Капитал Кредит, который располагается не только там, в Роженикинском районе по улице Труда 21, но и здесь, по улице Ленинградской 21. Ну, все понятно, да? Даже адреса-то примерно одинаковые. И он располагается здесь, в агентстве Travel Discount. То есть вы сюда можете прийти, жители Ленинского и правобережной части районов, заключить свои договоры, получить подарки и потом уже пользоваться вашими настоящими денежками. Да, по сути, мы вертимся чуть-чуть быстрее, и нам понятен результат. Мы не настолько закредитованы. Кредитуется бизнес, и без этого никак. Но в большинстве случаев тот, кто смотрит мои передачи, не в таком состоянии. Да, мы когда-то говорили о том, что было бы проще кредитоваться. Но разговор об этом закончился в момент кризиса. И самое забавное, что это был финансовый кризис, и родила его Америка. Там-то все просто. Ну, надоел тебе банк, дающий ипотеку. Да ну, швырни ты его. Там швырнули большинство ипотечных агентств. И началось. Кстати, я тут недавно посмотрел, и казалось, что их дешевые дома, по сути, в разы дешевле наших. И результат. Но об этом позже. Просто народ прыгнул и поехал к маме. А у нас народ пытается расплачиваться за то, что ему, походу, не принадлежит. О, это грустно. К слову о банках. Практически большее количество застраховано. Но как быть с ИП и ООО? Там-то суммы другие. К слову о процентах. Вам 7, а проценты под 60. Вам такое нужно? При этом темпы инфляции ваши денежки-то и сжирают. Но почему же вам еще не понять, что машины и хаты для тех, у кого денег куры не клюют? Я-то таких не знаю. Но я вижу, как у нас бредятина, что мой автомобиль круче соседского. И с этим мы живем. Да бросьте вы! Везде и всюду покупаются машины БУ. И это проще. Проще собрать машину и ездить, чем покупать новую. Проще отнести сумму, за которую вы купите машину или хату, и через год взять тачку попроще. Или через 4 купить треху. Вот только надо понять, куда деньгу-то отнести. Банки через 14 лет. Кредитный потребительский кооператив вам это сделает в 4 раза быстрее. Только понять надо, какой. Гранд Капитал, кредит. Вот какой. И, конечно, вот эта проблема. Дело в том, что сколько в городе банков. Я, конечно, понимаю, что банки это не для нас. Потому что банки для того, кто их сделал. Потому что, представляете, банк открывается, там 700 тысяч рублей, а потом он исчез, а деньги ты себе уже затырил. А еще есть такие ИПшники, ООшники. А им вообще никак. И зачем этот банк нужен? Хотя можно же с вами поработать. Что такое банки сейчас? Банки сейчас, они признаны ваши денежки взять, но ваши денежки не работают. То есть я понимаю, что темп инфляции существует, правильно? Да. А Гранд Капитал Кредит мы застрахованы до 800 тысяч. То есть ваши вклады застрахованы. От потери, от инфляции мы застрахованы. Кроме всего прочего, у вас еще и проценты другие. А сколько у вас процентов? От 23 до 26 процентов. То есть если, допустим, у меня нормальная сумма, и я не умею никаким образом дальше деньги заработать, мне проще эти деньги выдернуть из банка, чтобы отдать денежки вам, правильно? Совершенно верно. Приходите, будем рады видеть вас. А что еще вы можете дать нам? Подарки. Каждому вкладчику у нас ценный подарок. Я, конечно, понимаю, что денег в городе много, и я вижу вас, у банков, но чем я вам обязан? Я не говорю про банки. Да потому что это грех, грех брать у вас деньги и обманывать вас. Но правильнее Гранд Капитал Кредит. Он работает для вас, он берет ваши деньги, крутит их и выдает под нормальные проценты. Чем это не правило, а? И это не пирамидка. Хотя я видел и такие, там понятно. Быстро затырил денежки и жди, когда она рухнет. Есть и такие пирамидатели. Но не все такие. А нам-то надо, чтобы наши денежки приносились темпами выше инфляции. Так что просьба к банкам, повышайте проценты. Возможно, покажем и вас. И вот вы должны понять, да, сколько, сколько в конце концов вы можете получить. Это нормальная сумма. Дело в том, что есть и другие. Я вам сейчас показал, да, кто-то 36%, а других-то и нет, понимаете. Кто-то, может быть, ваш кредит загасит. Но нету чего такого. Конечно, надо понимать, что кредитных кооперативов будет много. Потому что людям нужны нормальные деньги. Не те деньги, которые они возьмут в банки, застрахованные, перестрахованные и все остальное. Им нужны ваши деньги. Они умеют работать. И они дают вам денежки. Вот. Естественно, если эта сумма получается до миллиона, это 23%, свыше миллиона, это 26% годовых. То есть люди работают, люди пыхтят, люди делают это все. И в том числе для магнитогорцев. А вот тут надо понять, что вы сюда заходите и понимаете, кто с вами работает. И здесь вам показывают, что люди магнитогорские. Еще раз говорю. И почему бы вы не могли бы свои деньги отдать нормальным магнитогорцам, которые вам 100% принесут эти деньги, я просто не понимаю.